Жены Пророка, Матери Всех Правоверных Передавшие наибольшее количество хадисов правдивейшая Айша, Радаллаху Анха. Часть четвертая. Вот уже месяц, как посланник Аллаха, Салаллаху Алейхи Васалям, и Айша, Радаллаху Анха, жили в разных домах. Это случилось после того, как лицемеры оклеветали Мать Всех Правоверных, Айшу, Радаллаху Анха. Вот что вспоминает об этом она сама. Прошел месяц. За все это время Пророк, Салаллаху Алейхи Васалям, ни разу не пришел навестить нас. Однажды он пришел, поприветствовал и сел рядом. Он воздал хвалу Всевышнему Аллаху. До того дня я все плакала. Услышав голос Пророка, Салаллаху Алейхи Васалям, я перестала плакать. Повернувшись ко мне, он сказал. Айша, мне о тебе сказали нечто. Если ты не такая, как о тебе говорят, то очень скоро Всевышний Аллах откроет это. Если же ты грешна, то покайся и проси у Господа прощения. Ведь Аллах всегда прощает тех, кто кается и просит у Него прощения. Я ответила. Клянусь Всевышним Аллахом, все то, что вы слышали, ложь. Аллах знает, что я ни о чем не ведаю. И если я скажу, что сделала то, чего не делала, то солгу и оговорю сама себя. Поэтому я не скажу ничего, кроме того, что сказал Якуб Алейхи Салям сыновьям своим, которые принесли ему рубаху Юсуфа, испачканную не его кровью. Вы задумали злое дело, которое разукрасило ваши души, и вы осуществили его. Отныне для меня прекрасно лишь терпение, чтобы перенести ту боль, которую вы причинили мне. И я уповаю только на Аллаха, обращаясь к Нему за поддержкой в том, чтобы противостоять вашей лжи. Затем я ушла в свою комнату. Я все ждала, что Господь оправдает меня, ведь я была уверена в себе, я была невиновна. Однако я не была уверена в том, что относительно меня Всевышний Аллах не спошлет аяты, где будет сказано обо мне, и эти аяты будут повторяться вплоть до самого судного дня. Я же надеялась лишь на то, что посланник Аллаха, Саляллаху Алейхи Салям, увидит во сне знак, указывающий на мою невиновность. Пророк, Саляллаху Алейхи Салям, еще не успел встать со своего места, и никто не успел выйти из комнаты. По его лицу стало заметно, что начинают нисходить откровения. Все присутствовавшие поняли, что пришло божественное повеление. После того, как откровение закончилось, он стер с лица капли пота и, улыбаясь, сказал, «Божественная весть тебе, Айша! Всевышний Аллах оправдал тебя и очистил. Он свидетельствует о твоей невиновности». Затем он прочел десять неспосланных аятов, начиная с одиннадцатого аята Суры Ан-Нур. Отец мой сразу же встал и поцеловал меня в лоб. «Встань же, поблагодари посланника Аллаха», — сказал он. Я не ожидала, что относительно меня снизойдут аяты и в растерянности произнесла. «Нет, не встану, клянусь, не встану, и не стану благодарить и воздавать хвалу никому, кроме Аллаха. Господь мой восхваляет меня в своих аятах». Великий всемогущий Аллах не спасла ломаение виновности с одиннадцатого по двадцать первые аяты Суры Ан-Нур. Вот их смысл. «Воистину, те, которые возвели великую ложь, из вас же самих. Не считайте ее, то есть ложь, злом для вас. Напротив, это добро для вас. Каждого мужа из них постигнет наказание за содеянный грех. А тому, кто совершил наибольший грех, уготовано великое наказание. Почему же вы, верующие мужчины и женщины, когда услышали эту ложь, не обратились душой к благому и не сказали, «Это явная ложь? Почему они не призвали для подтверждения этого навета четырех свидетелей? Раз они не привели свидетелей, то они перед Аллахом лжецы? Если бы не благоволение и милость Аллаха к вам в этом мире и будущем, то вас за ваши слова извержения постигло бы великое наказание. Вот вы подхватываете ложь своими языками, передаете устами то, чего вы не знаете, и полагаете, что подобный поступок незначителен перед Аллахом, а ведь она, то есть ложь, великий проступок. Когда вы услышали ложь, почему вы не сказали, «Не подобает нам болтать об этом?» «Не славен ты, ведь это великий навет». Аллах предостерегает вас, чтобы вы никогда не повторяли подобную ложь, если вы веруете. Аллах разъясняет вам знамения. Аллах – ведающий, мудрый. Воистину, тем, которые любят, чтобы обуверовавших распространялась мерзостная ложь, уготовано мучительное наказание в этом мире и будущем. Ведь Аллах ведает истину, а вы не ведаете. И если бы неблаговоление Аллаха и милость его, и если бы Аллах не был добр и милосерден, то наказал бы вас. Увы, которые уверовали, не следуйте по стопам шайтана. Тот, кто следует по стопам шайтана, пусть знает, что он зовет к мерзости и нечестию. И если бы неблаговоление и милость Аллаха к вам, то никто из вас никогда не искупил бы греха. Однако Аллах прощает того, кого пожелает. Аллах – слышащий, знающий. Известно, что у Абу Бакра, когда Аллаху Ангу, был бедный родственник по имени Местах. Абу Бакр всегда и во всем помогал ему. Но когда ему стало известно, что Местах вместе с лицемерами распространял обащие грязные сплетни, то прекратил всяческую помощь ему. Об этом, вслед за остальными, был неспослан 22-й аят Суры Анну. Вот ее смысл. И пусть щедрые и обладающие достатком среди вас не клянутся, что не будут оказывать помощи родственникам, беднякам и покинувшим свой дом для борьбы на пути Аллаха. Пусть они прощают и извиняют их. Разве вы не хотите, чтобы Аллах простил вас? Аллах – прощающий, милосердный. С неспосланием этих аятов невиновность Айши стала очевидной. И стало совершенно ясным, что те, кто распространял эти слухи, были клеветниками. И несмотря на то, что их низкий поступок явился причиной неспослания этих аятов, и они видели в них лишний добрый знак для себя, во всем этом, как говорилось в аятах, заключалось великое благо для всех. Верующие вынесли из всего этого еще один урок и усвоили основную заповедь благочестия, ведь многие из них потворствовали лицемерам, поверив распускаемым ими слухам. Ислам требует быть хорошего мнения о каждом человеке и придерживаться этого принципа во всех ситуациях. От них требовалось поставить себя на место Айши и очень хорошо обо всем подумать. Ведь они, как никто другой, должны были понимать, что честь и достоинство этой благородной, чистой женщины, удостоившейся быть женой гордости Вселенной, саляллаху алейью ассалям, не могли быть втоптаны в грязь. Но вместо того, чтобы отринуть эту явную клевету, они поддержали ее. Хотя те, кто обвинял Айшу, должны были привести в доказательство правдивости своих слов четырех свидетелей и предстали перед Аллахом лжецами. Верующие не оценили всей тяжести происходящего и позволили вовлечь себя в эти события, пересказывая сплетни друг к другу. Хотя, только услышав что-либо подобное, они должны были отдалиться от него, объявив это ложью и клеветой. Но они не сделали этого, поэтому заслужили порицание и осуждение Аллаха. Лицемеры распространили слухи о том, чего не было. Хотя ислам не одобряет распространение слухов даже о совершенном прелюбодеянии. Именно поэтому в Аяте сказано, что тех, кто занимается распространением клеветы, ожидает мучительное наказание не только в будущей жизни, но и в жизни земной. Но, несмотря на это, Всевышний Аллах говорит, что Он бесконечным милостив и снисходителен к верующим. И только Его милость и милосердие спасают их от великих бед. Как-то во время одного из походов Айша опять потеряла свое ожерелье. Войско находилось в месте, где поблизости не было воды. Пока искали ожерелье, начало всходить солнце, и время утренней молитвы подходило к концу. Воды для омовения было мало. Именно тогда снизошли аяты Священного Корана, разрешающие омовение песком.